Покорение Марса Получается, на наших глазах начинается новая космическая гонка. Так это или не так? Юрий Васильевич, вот ваше мнение. С моей точки зрения гонки не получается, поскольку Российская Федерация запуталась с точки зрения реформирования проблем и так далее и утеряла какие-то самостоятельные космические программы. Поэтому, к сожалению, не получается. Поэтому мы все очень надеемся, что все-таки новая космическая корпорация за год как-то куда-то выйдет туда, где будет нам не стыдно слышать со стороны Голливуда и НАСА идеи мечтать, летать и так далее. А со стороны унылых чиновников разговоры о том, как они сэкономят 15 рублей, потеряв триллионы на других совершенно процессах. Спасибо. Ну, я вот на самом деле не знаю, насколько хорошо или плохо в нынешней сложной ситуации, прямо скажем, экономической и международной космической гонки. Виталий Юрьевич, вот с вашей точки зрения, может быть, деньги лучше пустить все-таки в нашу экономику? Ну, во-первых, гонка и, в принципе, космос не отрицает. Деньги в космос не влетают. Влетает там однотонный аппарат, это по большей части кусок алюминия, а деньги-то они остаются в стране. И чем больше, в общем, они будут потрачены на технологические производства, тем лучше. В этом плане гонка, она, в общем, оздоравливающее такое воздействие оказывает, потому что, ну, как бы, все это стимулирует, подстегивает. Но, опять же, мы в данном случае не совсем в той весовой категории, чтобы на равных конкурировать. Ну, прежде всего, США, там, с Китаем, с Индией, их мы можем еще обходить. А вот с Америкой, если просто посмотреть бюджеты Роскосмоса и НАСА, там, в общем, все становится ясно. Ну, мы можем побегать, но не... Иван Михайлович, как же так получается? Мы из передовой космической державы превращаемся, получается, в державу уровня Индии и Китая? Да, да. Ну, это длительный процесс, который начался даже не в 90-х годах, а много раньше. Я напомню, 65-й год, это вот как раз точка разрыва, когда американцы стали резко снижать количество запускаемых аппаратов, повышая их качество, долговечность. А мы начали запускать огромное количество ракет с короткоживущими спутниками, удерживать таким образом паритет. Если я не ошибаюсь, поправьте меня, спутники ГЛОНАСС, которые планировалось запускать еще в советское время, должны были жить на орбите что-то в районе одного-трех лет? Да. А спутники GPS сколько уже на тот момент жили на орбите? Они с 12 лет начинают. С 12 лет? То есть разрыв очень существенный? Существенный разрыв, это по всем аппаратам идем практически, по всем долгоживущим аппаратам. Вот. Сейчас у нас лучше долгоживущие, потому что мы широко используем иностранные комплектующие спутники. И, в общем-то, ну, конечно, как эффект лыжника, мы смотрим, как делают за рубежом спутники, и тоже предлагаем усилия по повышению их долговечности. Вот. Поэтому по качеству спутников, прикладного назначения, скажем, ресурсы, по связным спутникам мы на мировом уровне. Николай Николаевич, вот сейчас мы запустили к Марсу корабль «Экзомарс», который является проектом Европейского космического агентства и Роскосмоса. Приходилось читать разные публикации, но, собственно говоря, самая радикальная точка зрения заключается в том, что там от НАСТА, собственно говоря, только ракета-носитель «Протон», а все остальное – это Европейское космическое агентство. Вот, помогите разобраться, так это или нет. Ну, во-первых, все-таки там есть наши научные приборы. Во-вторых, надо заметить, что, действительно, Российская Федерация уже давно ничего не запускала в дальний космос, а что запускало, то те пуски были не очень успешными. Поэтому нужно, конечно, вот, как бы начинать с АЗОВ, да, возможно, с совместных программ. Но российские приборы там есть, и в следующей миссии, в общем-то, их должно быть больше, насколько я знаю. Александр Дмитриевич, вот прозвучало «нужно начинать с АЗОВ», но это же на самом деле пугает, да? Мы же всегда были впереди планеты всей в космических исследованиях. Что, все, советский опыт можно отодвинуть в сторону и похоронить, и действительно начинать с АЗОВ? Ну, ни в коем случае. Во-первых, мы и сейчас по некоторым параметрам находимся впереди планеты всей. Я могу, например, напомнить миссию «Радиоастрон». Вот, это самое, она, с помощью нее сейчас организован самый лучший за всю историю человечества радиоинтерферометра для наблюдения вот далеких космологических объектов. Так что, в чем-то мы удерживаем позиции, но вот, конечно, ни в какой глобальной гонке мы сейчас участвовать не можем. Можем. Вопрос не в бюджете и не в ресурсе. Вопрос в том, что нету даже концептов программ. Вот в чем проблема. То есть, это стоит копейки. Артем Юрьевич, нужно ли нам в таком случае сейчас лететь к Марсу, заниматься исследованием Луны, может быть, в конце концов, сосредоточиться на орбите? Ну, если угодно, конкретизирую вопрос, а какую научную ценность мы хотим получить от таких вот глобальных проектов? Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что гонки как такого нету. Есть научные исследования Марса. Оно, безусловно, ведется в основном американцами. Но каждая американская миссия последних двух десятилетий сопровождается российскими приборами. Это было и прошлой миссией, и на этой миссии. Институтом космических исследований сделан прибор для исследования атмосферы Марса. И по его названию дано название орбитера. Это Trace Gas Orbiter. Исследования, безусловно, нужны, потому что человек стремится понять, как работает Земля. Земля слишком сложная планета, чтобы быстро решить задачи. Марс гораздо легче в этом понимании. И если мы поймем, как работает Марс, как устроена его атмосфера, если мы поймем, как работает Венера, это приблизит нас к пониманию собственного дома. Спасибо. Ну что ж, давайте сейчас посмотрим сюжет о том, как шло исследование Марса, и потом вернемся к нашей дискуссии. Этот черно-белый снимок, первый, сделанный на поверхности Марса, отправлен на Землю 20 июня 1976 года. На тот момент это была уже 21-я попытка человечества исследовать Красную планету с помощью управляемого аппарата. И первая удачная. Марс изучали еще астрономы в Древнем Египте и Вавилоне. В 17 веке с помощью телескопа за ним наблюдал Галилей. В 19-м ученые составили первую карту планеты. Позже с помощью спектрального анализа марсианской атмосферы исследователи обнаружили следы молекул воды. А это означало, что на Марсе вполне могла быть жизнь. Полеты в сторону Марса начались в 1960-м. Проект Марс-1 был рожден в СССР, однако после семи неудавшихся запусков был признан провальным. Первым космическим аппаратом, обследовавшим Красную планету с пролетной траекторией спустя 4 года, стал американский Маринер. Позже еще один Маринер стал искусственным спутником Марса. Зато Советскому Союзу впервые удалась мягкая посадка спускаемого модуля Марс-3. Связь с марсоходом после этого длилась всего 14 секунд, но и это был успех. Американские аппараты серии «Викинг», созданные для поиска жизни на Марсе, в 70-е годы исследовали планету с орбиты и непосредственно на поверхности. Так появились первые снимки и анализы марсианской почвы. Но главная миссия закончилась неудачей, следов жизни найти не удалось. Советский проект «Фобус» в конце 80-х также не увенчался успехом. Январь 2004-го. Марс снова на первых полосах газет и в выпусках новостей. После того, как сразу два американских марсохода «Спирит» и «Оппортунити», оснащенные самой современной техникой, передали качественные снимки с поверхности планеты. Аппараты работали параллельно. На этих кадрах, снятых камерой одного из них, специалисты обнаружили потерянный советский марсоход. «Спирит» в 2009-м застрял в песчаной дюне, но еще почти год оставался на связи, передавая информацию. Его брат-близнец «Оппортунити» действует до сих пор. Самый современный марсоход «Кьюрисити», по-русски «любопытство», бороздит марсианские просторы с 2012-го года. За это время он уже передал на Землю множество важнейших данных – снимков поверхности и рельефа. Одна из главных целей миссии «Кьюрисити» – провести исследования, необходимые для высадки на Марсе человека. И именно вот эта высадка на Марсе человека сейчас преподносится как основная перспективная цель космонавтики, наверное, многих стран. Александр Дмитриевич, а вот насколько это вообще сейчас реально? С точки зрения современных технологий? Тут дело не в технологиях. Мне кажется, что пока что это еще не очень реально. И одной из главных проблем здесь является проблема радиационной опасности. Вот для того, чтобы с помощью химических ракетных двигателей совершить какой-то оптимальный полет на Марсо обратно, значит, получается, что при этом человек получает дозу типа 100 БР, 100-150 БР – это сублетальная доза. Вот 5% людей из такой дозы умирает. Ну, космонавты, конечно, не умрут, но им обеспечена пожизненная инвалидность. То есть это нужно будет жить на поддерживающих стрессах и так далее. Вот. И никакого универсального решения этой проблемы пока нет. Ну, тут рассматривается разный вариант электростатическая защита, магнитная защита, что пока что выглядит больше как фантастика. Значит, мало того, что это... Подождите, но есть какая-то действительно вот нефантастическая защита, которая могла бы обеспечить... Я, насколько понимаю, сейчас вот миссия на Марс планируется так в районе тысячи дней, да, туда и обратно? Нет, нет, нет. Сублетальная доза обеспечена. Мало того, что сублетальная доза обеспечена, если вы попадёте под вспышку на Солнце, и у вас не будет радиационного убежища на корабле, то вы можете получить летальную дозу в течение суток. Это очень опасное дело. Мало того, доза получается не только во время полёта, но и на поверхности Марса тоже. У неё очень тонкая атмосфера, и там 15 бэр в год, по-моему, на поверхности Марса обеспечены. Спасибо. Виталий Юрьевич, получается, вот это вот главная проблема? На самом деле нет. Как раз самые подробные исследования радиационных условий были получены благодаря Кьюриосте, который тут упоминался. Его результаты не такие уж и страшные. Ну, конечно, если мы возьмём всю дозу, которую человек получит за 500 дней, и дадим её сразу, облучим её просто одномоментно, конечно, он умрёт. Но, во-первых, она разгружена, она уже не является такой опасной. Во-вторых, опасность солнечной радиации переоценивается. Во-первых, если мы знаем про вспышку, о том, что она летит, мы можем просто хвостом к Солнцу развернуть корабль. И сначала радиации придётся пройти весь корабль, все топливные ваки, только потом добраться до людей. Это, ну, в общем, значительно сокращает воздействие. То есть способы технологические обойти всё это уже есть. И то же самое поверхность Марса. Там радиация на улице, на Марсе, радиация примерно такая, как на МКС внутри. То есть люди там, ну, конечно, без скафандра лучше не выходить, но в целом жить там вполне можно. И там, если пребывать, если мы говорим про экспедицию, там, два месяца, даже год, это, в принципе, вполне реально. Николай Николаевич, то есть вполне можно прямо сейчас полететь на Марс с существующими технологиями. И если мы исключаем фактор именно радиационный, то всё осуществимо. Ну, прямо сейчас вряд ли. И нужно понимать, что, хотя Марс всеми многими преподносится как перспективная цель, но промежуточная цель во многих программах – это Луна. Те же американцы об этом говорят, что сначала, возможно, будут какие-то окололунные миссии. В России об этом тоже заявлялось, что у нас будут готовить корабли для полётов к Луне. В России европейцы предлагают построить так называемую лунную деревню международную. То есть, скорее всего, такой наиболее вероятный сценарий, если человечество всё же решит, что ему нужно распространяться в космосе, а не замыкаться на Земле, то сначала будет как-то освоена Луна, потом уже с приобретённым опытом, с различными технологиями, в том числе защиты от радиации, с практикой использования этих технологий уже двинутся к Марсу. Скорее всего, так. Иван Михайлович, а можно я добавлю? Да, конечно. Универсальное решение радиационной проблемы, конечно, существует. Это использование не химических двигателей, а ядерных. Это позволяет время полёта сократить примерно в пятеро, и тем самым проблема радиационной опасности при полёте именно на Марс решается. Ну вот не так давно, как раз, раз вы затронули эту тему, Росатом заявил, что мы активно разрабатываем ядерный космический двигатель, и в перспективе он вполне способен осуществить полёт до Марса в течение, ну там, условно говоря, месяца. Я не помню, если точные данные. Они не такой двигатель, разрабатываем. Точные данные. Полтора месяца. Поясните, пожалуйста. Ну вот как раз сейчас давайте уже обсудим и этот вопрос. О чём идёт речь? Ну речь идёт о действительно твердофазном ядерном двигателе. Что такое твердофазный ядерный двигатель? Ну там существует разное. Ну это то же самое, что маленький ядерный реактор стандартный. Вот просто-напросто он греет водород, и вот рабочим телом там всё равно водород является. Вот такие двигатели были разработаны ещё в 70-х годах прошлого века, и они прошли стендовые испытания. В этом нет ничего совершенно нового. Здесь проблема не в двигателях, не в технологиях, а в нас. Надо нам или это не надо? Если это нам надо, это будет сделано немедленно. Надо решить, надо или не надо. У меня универсального ответа вопроса нет. Да, вы тоже хотели добавить. Росатом строит не такой двигатель. Он строит реактор мегаваттного класса, это очень небольшой для такого путешествия. И электроракетные двигатели. Они никак не ускорят поведет к Марсу. Действительно нужен твердофазный двигатель. Таких у нас не делают и не планируются. Юрий Васильевич, ну вот принципиальный вопрос прозвучал. Надо нам это или не надо? С вашей точки зрения надо или нет? Если в ближайшие месяцы не начнется разработка программы многовековой колонизации Марса, то с нашей страной могут произойти необратимые изменения. Потому что иллюзия, что это все разговоры, я еще помню в 70-х годах, что типа летаем далеко, а у нас там плохое сельское хозяйство. В итоге сейчас зарастает 40 миллионов гектар земли, никуда не летаем. И все еще там, и так далее, и тому подобное. Поэтому совершенно правильно было сказано, что там разные есть подсчеты, можно с ними спорить в один вложенный доллар, 5 долларов, 20 долларов, по разным технологиям и рассеиванию, трансферу этих технологий, которые создаются. Вопрос в другом. Мы демобилизованы как нации. Мы выпали в совершенно непонятные вещи деградационного распадного типа. Если у нас не будет серьезной международной программы, это не значит, что надо сегодня 100 миллиардов долларов затратить там что-то строить. Почему? Вот космодром Восточный. Уже 5000 квартир построено. Я его пробивал в 2007 году. И вот Иван Михайлович, мы вместе писали проект, концепты и так далее. Хоть один молодой человек в России знает, что эта квартира для него под какую-то лабораторию, под какую-то долгосрочную программу. Нет. Строю. То есть вы утверждаете... То есть вы утверждаете... То есть унитаза, говорит, корейский туда привезем, говорит, это будет современный город. Наукоград Циолковский. Полтора года, после того, как Путин сказал, назовем Циолковский, полтора года не могут согласовать разные уровни названия Наукограда Циолковский. Он до сих пор Углегорск, засекреченная советская военная дивизия. То есть вы сейчас утверждаете, что программа долгосрочная, программа колонизации именно Марса требуется нам для того, чтобы мобилизоваться. Я правильно вас понимаю? Мобилизоваться и более того, помочь человечеству мобилизоваться. И еще раз повторяю, это увести от вопросов двигателей, это очень важный вопрос. Но огромное количество геохимии. То есть мы, по сути, не можем экспериментировать с климатом Земли. Но мы можем экспериментировать частично с климатом Марса, с атмосферой, которая утеряна Марса и так далее. Илон Маск предлагал термоядерными зарядами экспериментировать с атмосферой Марса. Ну для начала, ну государство, ну сделай 20 молодых умных ребят с двумя-тремя умными стариками нашими гениальными, которые еще живы. Соберите, посадите, эту программу начинайте делать. Копейки! Нет! Нет! Делают, реформируют, пятое, десятое. И говорят, мы деньги экономим. Ну уже все, уже сэкономили, уже нефтедоллар рухнул, все сэкономили. Понял вас, понял вас. Артем Юрьевич, а вы можете обрисовать вот наверняка, что же мы все-таки хотим получить? Ну вот мы слышали от лунной программы, да, как первый этап. Второй этап от марсианской программы. Про Луну какие только варианты не предлагались. То есть добыча гелия-3, установка солнечных батарей с непонятным пока способом передачи энергии на Землю в качестве там электростанции. По-моему, сейчас все это уже немножко так отодвинули в сторонку. Теперь говорят о Марсе. Ну вот про Марс говорят, да, там исследование климата. Не получится ли так, что через пару лет и об этом тоже забудут? И скажут, что, как и с Луной, что нет экономической целесообразности, и научной по большому счету целесообразности исследования Марса. Ну про Марс не забывать уже несколько десятилетий. Поэтому если эта тема уйдет, она может уйдет с первых полос. Но ученые будут ей продолжаться заниматься. От коллегии прозвучало много тезисов о колонизации. Я бы не стал так говорить. Колонизация слишком эксплуатируется в тех же газетах. В ней нет смысла, хотя бы потому, что человечество прекрасно умещается на Земле. У нас очень много неосвободных территорий, все население... Полете Гагарина не было никакого смысла. Тем более в полете спутника. Нет, я не говорю, что они смысла. Я говорю, что в колонизации... А северный полюс шли, так сказать, амутсон и прочее. Нет, нет, нет. Какой смысл? Вот, вот, вот. Какой смысл? Хорошо, давайте договоримся о терминах. А что мы вкладываем в понятие колонизации? Постройку долговременной базы? Нет, нет. Освоение и терраформирование Марса. То есть превращение... А это вообще, с точки зрения современной науки, это вообще реалистично? А современной... Терраформирование Марса. Понимаете? Это термины научной потаски. Когда мы... Это не научно. Нет, давайте Артем Юрьевича все-таки по этому поводу выслушаем. Это существует лишь на уровне идей. Есть несколько различных идей, но все они, конечно, не будут работать, потому что необходимы колоссальные средства, колоссальные технологии, вообще все колоссальное, чтобы целую планету терреформировать. Но прозвучала хорошая аналогия между севером. Мы же не живем в Атарктиде, но у нас есть там научные станции. Мы живем в самой северной стране, в которой весь мир не живет. Две трети территории Российской Федерации, территории, которые человечеством расстояние непригодны для жизни. Русские живут невозможно в Ускоре. А зачем там жить? Бежать в Краснодарский край, всем бежать. Зачем там жить? Там полно. Не зачем жить, потому что так история сделала. Потому что через это сформировался национальный дух. Виталий Юрьевич, может быть действительно северные территории освоить у нас, прежде чем замахиваться на Марс? Ну, во-первых, когда будет в этом необходимость, их освоят, безусловно. А вот здесь, когда фраза прозвучала, если в ближайшие несколько месяцев, я думал, продолжение будет такое, не произойдет Третья мировая война, то вот полет на Марс, научная станция, там, в научной базе, примерно с аналогией с Антарктиды, я согласен, что-то такое имеет смысл. Полет на Марс имеет смысл, но это должно быть общечеловеческое дело. Это должно быть объединяющий общий стимул, не кого-то там, наших, не наших, а нас, как человечество. И усилия должны быть всего человечества. Но опять же, мы говорим только о научных полетах, научных экспедициях, может быть, базовой станции, там. Колонизация, она, ну, как бы посчитано, что да, что-то там можно сделать, но не тем человечеством, что есть сейчас. Сейчас повысится у нас производительность труда раз в 100, численность раз в 10, повысится, вот тогда мы можем об этом задумываться. Одну фразу, да. Даже если просто затраты энергии посчитать, несовместимая ни с какой реальностью. Одну фразу, просто я представляю, например, 43-й год или даже 44-й, и мы обсуждаем вопрос о атомной бомбе, атомное оружие. Представляете, вот в аудитории, да? И вот это мне все очень напоминает, потому что это невозможно, это не может быть, это фантастика, наука еще не дошла до этого. И так далее, нету центрифуг и диффузионных феноменов и прочее. И то же самое было буквально за два дня до полета Юрия Алексеевича Гагарина. Потому что, как наш замечательный публицист Губри говорил, он опубликовал, разрешили опубликовать кусочек из подготовки космонавтов к полету. Все приняли, что это научная фантастика Комсомольской правде за два дня до полета Гагарина. Поэтому, коллеги, не надо быть такими старыми, вот передо мной стоящими людьми, понимаете? Немножко помоложе надо быть, повеселее физику знать. Александр Дмитриевич, вы знаете, вот... Можно я добавлю? А, да, конечно, добавьте, конечно. Значит, прежде чем решать вопрос о колонизации Марса, должен быть решен один очень простой вопрос. Вот есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизнь на Марсе, это никому неизвестно. И вот от решения этого вопроса, на самом деле, очень многое будет зависеть. Вы имеете в виду... Ну, знаете, в Северной Америке тоже была жизнь... Ну, вот чтобы не повторить всех тех же самых ошибок, насколько я понимаю. Мы не хотим повторить этих вещей, и прежде всего, значит, мы не хотим уничтожить марсианскую фаузу, если она там есть. А мне кажется, что она обязательно должна быть. И вот когда, значит, если этот вопрос решится в положительном смысле, то немедленно возникнет тяжелая этическая проблема. И как ее решать, я просто не знаю. Николай Николаевич, ну вот Экзомарс сейчас как раз пытается, насколько я понимаю, решить эту... Разрешить этот вопрос. Найти следы метана в атмосфере. И он является той самой научной станцией, автоматической научной станцией, которая вполне себе проводит исследования. Кроме того, там есть американские марсоходы, планируется следом вторая экспедиция Экзомарс. А зачем человеку-то туда лететь? Прекрасно исследуются роботы. Знаете, вот очень важный хороший вопрос. Тут уже отвечали про науку, про мобилизацию, значит, нации или человека. Нет, это мне понятно. Я добавлю, самое главное, и это не только, например, моя точка зрения, но, например, Илона Маска, да, человечеству надо стать многопланетарным видом. То есть, чтобы мы жили не только на Земле, а где-то еще там на этой планете, на другой звезде. В перспективе, да, может, не завтра. Для чего это нужно? Потому что, конечно, Земля наш дом, но дом иногда может сгореть, разрушиться. Да, вероятность этого мала. Это может произойти там не завтра, но готовиться-то надо начинать заранее. И перспективная цель именно колонизации, это не только наука, да, посмотреть, там есть жизнь, нет. Хотя это некая инструментальная вещь. Да, мы выбираем интересную, подходящую планету. Но в перспективе мы должны застраховаться от вот таких катастрофических событий. На это все направлено. Спасибо, Артем Юрьевич. Вы хотели добавить. Параблема того, что жизнь на Земле или условия для жизни на Земле может резко ухудшиться, ну, не совсем верна. А Земля пережила несколько глобальных вымираний, и каждый раз были экосистемы, в которых глобальное вымирание не затрагивало. Это прежде всего... Левочные черви, возможно, останутся. Нет, нет, это прежде всего глубина океана. Скорее уж человек останется, как вершинность революции. Гораздо проще, гораздо дешевле человечеству жить где-нибудь под водой, нежели на Марсе. Поэтому путешествия... То есть вы придерживались с точки зрения, что человеку туда лететь, в общем-то, и незачем автоматами, вполне можно исследовать. Нет, 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 лететь, конечно, надо. Человек исследует гораздо эффективнее, чем робот. Два кратких момента. Сейчас, секундочку, секундочку. Эффективнее, чем робот? Конечно, да. А приборы, которые человек может привезти с собой, исследовать там, на Марсе, не спеша или взять с собой на Землю, гораздо точнее. В общем, так же было и с Луной. Сперва летали аппараты, которые миллиграммами исследовали грунт. Потом перелетели американцы, взяли 100 килограмм грунта, и уже десятилетия этот грунт изучается на Земле. Спасибо. Иван Михайлович, вот мы говорим о колонизации, причем говорим всерьез, взвешиваем все за и против варианты расселения человечества по планетам. Мы не слишком на глобальные вещи замахиваемся на нынешнем вообще уровне развития? Или это уже стало объективной реальностью? Да, я как раз хотел рассказать немножко, значит, вот этот всплеск марсианских разговоров, он пришел с Обамой, когда они отказались от программы созвездия и заменили ее гипотетическим Марсом. А американские инженеры в НАСА, они прекрасно понимают, что никакого полета на Марс не будет. Но поскольку они, так сказать, под командованием Обама находятся, они отвечают есть. И, соответственно, появляется информация. Я просто, вот для примера, вот один, не колонизация, а просто... Нет, ну подождите, подождите, они же разрабатывают ракеты-носители СЛС, корабль «Орион», они заложили на мысе Канаверл космодром для марсианской экспедиции? Нет, космодром, и космодром, и эта ракета, и этот корабль, они годятся для всего. А вот чтобы хоть доллар потратить специально на подготовку экспедиции к Марсу, этого нет. Есть только рисунки. Ну, так же, как у нас. В чем здесь дело, значит, я вот просто для сравнения даю. Для того, чтобы послать двух всех на Марс, двух, не колонизации, ничего, просто двух человек, нужно построить на орбите Земли такую же станцию, как МКС, но другого характера. Там с двигателями должно быть, защита радиационная, без нее никуда не деться. Да. Вот. Для этого, ну, мы МКС строим 20 лет, извините меня. Для этого нужна совершенно другая промышленность. Не та косметическая промышленность, которая сейчас есть, а другая. Это вот двигатели другие, все прочее, значит. Вот. Хорошо. Отправили мы двух человек, вот человечество способно двух человек на Марс отправить и вернуть обратно. А потом что? Вот флаг воткнули, исследовать человеку там нечего. Любой автомат гораздо лучше человека. Нет, нет, нет. Все-таки человек в определенных, например, определенных задачах, он гораздо... Человек, я скажу, человек нужен другим. Объясните мне, какие задачи там может выполнять человек. Вот американцы прилетели на Луну, взяли грунт, а что еще они там сделали? Марсахол Кьюриосити. Три с половиной года работает, он прошел 12 километров. Это, ну, конечно, не из 5 километров в час, как человек ходит. Там же не рай, там не гонки. Все-таки толковый геолог, это бы исследование провел, ну, за 2-3 недели. Но для человека там есть задачи. Есть глубинное бурение на нескольких километров, если мы хотим узнать устройство. А, простите, буровую вышку человек с собой привезет? Да, да. По-другому никак. Ну, потому что экзомарс второй как раз должен пробурить, но несколько метров всего. Так какая же тогда в таком случае должна быть, действительно, какой должен быть корабль? Большая, 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 конечно. И мы опять же приходим в таком случае, да, секундочку, к вопросу о том, в состоянии ли мы сейчас вообще это... Сейчас нет. Чтобы это можно было сделать через 50 лет, нужна программа, какое-то видение уже сейчас. Уже сейчас. Юрий Васильевич, вы хотели... Давайте вот все-таки вернемся к сути вопроса, потому что, во-первых, надо понимать, что если мы говорим о России, то у нас духовные скрепы, прошу прощения за такое слово, это победа великая и космос. Вот реально больше ничего страну не объединяет. Плохо это, хорошо, я сейчас не обсуждаю. И когда я смотрю Интерстеллар, голливудский фильм, Марсианин, мне стыдно, мне стыдно, что, так сказать, все постоянная болтовня про то, что американский Голливуд, американские фильмы, наша высокая духовность, совершенно не обсуждается никакие вопросы глупые, а зачем, чего, как, чего, потому что трагедии, мечтания, проблемы и так далее. И обратите внимание, в Марсиане уже Америка договаривается с китайцами, там нет России уже. Нет. Да, это политика, все понятно, но почему нет? А потому что возьмем тот же Экзомарс. Меня коллеги поправят, если я ошибусь. По-моему, это был исходный проект НАСА и европейского... Да, НАСА вышло из этого проекта. Нет, НАСА вышло. А мы пошли. Россия в раз подстроила, все, приборы замечательные. Вообще, у России, вообще, даже концептов нет, о чем мы говорим. Подождите, это был проект чисто европейский, НАСА-цы их бросили. Это не важно, важно то, что... А Россия спасла его. Ну, Россия спасла, присоединившись опять и так далее. Поэтому, когда мы говорим, когда вы говорите, проект всего человечества, и так далее, возникает вопрос, что значит всего человечества. Мы либо задаем лидерский проект, дальше надо много чего обсуждать. Итак, колонизация Марса, это не трата сегодня на 100 ракет, так сказать, и весь бюджет. Колонизация Марса, это много десятилетий, много веков подготовки и так далее. Но вопрос-то в другом. Мы опустились, на самом деле, в нашей духовной жизни до самых низких, так сказать, пределов, до дна. И вот это, на мой взгляд, гораздо страшнее, чем обсуждать какие-то техники. Если обсуждать в данном случае именно духовные пределы, то нужно поставить вопрос, наверное, немножко по-другому. Странно, что у нас не снимают космических фильмов. Странно требовать, чтобы в Голливуде снимали фильмы о нас. Я задал вопрос, там руководитель Роскосмоса, он говорит, а мы сейчас готовим, у нас будет художественный фильм про любовь. Первый пункт. Второй пункт. Я говорю, а где у вас в Солковском молодежь? Молодежь, молодежь, которая будет новый космос делать, русский мировой космос. А как у нас была молодежь в прошлом году? Они приезжали в стройотряги, они копали землю, заливали бетон и так далее. Я цитирую, есть видеоролик. О чем мы говорим? Я говорю, молодежь, научный прорыв, вот этих же ребят туда. Просто хотя бы, чтобы они раз в месяц прилетали. Александр Дмитриевич, а вот скажите мне, пожалуйста, сейчас, одну секундочку, скажите мне, пожалуйста, вот Дмитрий Рогозин, вице-премьер, еще в 2012 году заявлял, что наша перспективная задача это создание постоянно действующей базы на Луне. В 2014 году, в начале 2014 года он повторил эту мысль, а вот в 2015 году уже сказал, что нет, ну нужно посчитать, на самом деле очень дорого, ведь и вряд ли целесообразно. Про Марс, в принципе, говорят, ну примерно аналогично. Откуда у нас такие имитания? Ну ведь действительно, я согласен, что если мы, ну, возьмемся и создадим хотя бы базу на Луне, ну это будет некий подъем страны, ну, наверное. Ну, давайте все-таки... Нет, нет, это никакие не имитания, просто элементарно деньги экономятся. Более того, вот я сам участвую в одном из потенциальных лунных проектов, и вот этот лунный проект, он... Так поэтапно закрывается пока. То есть мы все-таки развиваемся в направлении закрытия проектов. Вас, Иван Михайлович, долларов за 15 лет, все очень просто. Пропали. Смотрите, давайте, вот колонизация, давайте, мы не будем говорить про высокое, а просто колонизация, значит, Марса невозможна. По объективным причинам. Далеко от Солнца высокая радиация. Под землей, там, под Марсом жить не очень здорово, а как... И летать человек не может. Как спелеолог. А расщепить атом, это вообще выше наших радиаций. А от радиации никуда не деться, это физическая радиация. Радио, конечно, это же не атом, а от радиации. Значит, смотрите, практически ни одну планету реформировать нельзя. В Венеру там можно гипотетически. Аппарат кислородным воздуха невозможен. Что получается дальше? Если нельзя реформировать ни одной из наших планет, Солнечная система, нужно их сделать просто. А вот это уже возможно. Можно, используя ресурсы Луны, лунные базы, транспортную систему, строить космические колонии. Вот это и будет колонизация космоса. А уже, причем эти космические колонии строятся не для того, чтобы просто они там были, или не для того, чтобы просто что-то колонизировать, а потому что в космических колониях жизнь будет лучше, чем на Земле. Вы имеете в виду космические колонии в точках Лагранжа, о которых еще Артур Кварк говорил, дай бог памяти, в 60-е годы прошлого века. Совершенно верно, значит. Чем лучше жить в такой колонии? Виталий Ильич, вы так вдыхаете, я сейчас не отставлю вам слово. Можно выбирать произвольную силу тяжести. Можно подняться поближе к оси вращения и летать там, как птица. То есть, людям это понравится просто. Ну, и не говоря, что в таких колониях продолжение жизни будет много выше. А чтобы построить такие колонии, нужна транспортная инфраструктура Земля-Луна. В этом направлении мы движемся. Я только один вопрос задам. Вот мы никак не можем сойтись во мнении, зачем нам, собственно говоря, база на Марсе колонии, а космические-то нам колонии зачем? Там инновационные научные исследования-то проводить. Ну вот. Нет. У нас есть орбитальные станции. Что там проводить? Там лучше жить. А, там просто лучше жить. Нет, нет. А теперь объясните ваш тяжелый вздох. Ну, я, наверное, действительно самый старый здесь присутствующий по поводу того, что... Ну да, колонии-то классно, но реально, если вот как в Интерстелле, если мы не летим куда-то, где лучше или как-то, по крайней мере, не хуже, чем на Земле, в таких колониях вообще немного смысла. Про Марс там даже проблема не с радиацией, а с атмосферой. Там ее просто нет практически. Там технический, там вакуум. И если мы хотим там жить, это как жить всю жизнь в подводной лодке. Почему? Ну, мало таких желающих найдется. А по поводу того, куда, зачем, Луна, Марс... За последние 50 лет. Что мы исследовали про атмосферу человечества? Что узнало про атмосферу? Давление это мы знаем. Нет, подождите, я не про это. Я не с точки зрения параметров Марса. Я с точки зрения об эволюции атмосферы, об изменении. Почему мы говорим, приговариваем человечество к той атмосфере на Марсе, которая есть? Терраформирование и определяет, не изменить. А вот там Артем Юрьевич расскажет про атмосферу. Она утекает с Марса. Мы уже знаем, сколько там было атмосферы. И что? Три миллиарда лета. Ну, все говорит о том, что... Мы знаем, что куски валяются урана в Земле, а потом вдруг они превращаются в атомную электростанцию. Артем Юрьевич, мы достаточно осведомлены о марсианской атмосфере, о происходящих там процессах? Ну, об атмосфере Земля точно осуществлены больше, чем о геологии Марса. А атмосфера изучена дистанционно очень хорошо и роверами в частности. Мы, безусловно, не знаем, как атмосфера выглядела миллиарды лет назад на Марсе. Есть предположение, что она была плотнее. Есть предположение, что Марс был влажнее. Но это лишь предположение, безусловно. И ответить более точно, на мой взгляд, может решить только глубинное бурение. Николай Николаевич, и вот еще какой вопрос. Здесь уже прозвучало, что экспедиция на Марс, если она состоится, будет делом, ну, наверное, мирового масштаба, мирового сотрудничества. С другой стороны, Юрий Васильевич сказал, что это должен быть наш такой проект для подъема и самосознания, и экономики, и мобилизации страны. С вашей точки зрения, возможно осилить полет на Марс масштабами одной страны? О-хо-хо, вопрос, знаете, да, на много-много-много часов размышлений. Ну, не знаю, я бы сказал так, что сейчас любой даже самой крупной экономике будет трудновато. Максимум, какой-нибудь простой полет с облетом, ну, это уже реальный, с посадкой, ну, наверное, на пределе возможностей. Скорее, международный выглядит реальный и через какое-то время. Но главное, на чем бы я хотел вот сконцентрироваться, что будем мы терраформировать Марс, или жить там в железных бочках, или, может, на Луне, или полетим к Альфе-Центавру. Все-таки это более технические вопросы, да, или колонии. Это технические вопросы, не технические вопросы. Вообще, для чего нам все это? Мы считаем, что нам нужно дальше двигаться в космос, или не считаем? В принципе, если мы отказываемся от этого, то, наверное, все можно сделать роботами. Если мы считаем, что человечеству именно надо распространяться дальше, по каким-то, по разным причинам. Может быть, из чистого любопытства посмотреть, что там на другой звезде. Это не любопытство, а любознательность. Я просто к тому, что это бескорыстное познание. И это Америка. Бездуховная, погрязшая материализм и так далее. А у России денег нет. Два рубля... Да, или из духовности, или из того, чтобы сохранить свой биологический вид. Но для этого надо будет пройти несколько шагов в орбиту. Ну, у нас там же станция Луна, Марс, ну и надеемся, что когда-нибудь их звезды. Александр Дмитриевич, а сейчас, секундочку. Нет действительно такого впечатления, что вот этот монетаристский подход, с подсчетом каждой копейки, которая куда-либо уходит, действительно убивает некие вот, ну, любопытство, любознательность, саму идею исследования? Конечно, убивает, но на самом деле здесь ошибочное впечатление, что проблема в нашей космической отрасли. На самом деле здесь у нас таким способом любопытство сейчас убивается во всей науке. Тотально. И это очень, так сказать, большая ошибка думать, что вот на таком всеобщем пустыре научном можно воздвигнуть какую-то вот такую-то Вавилонскую башню космической отрасли. Ничего подобного. Он не воздвигает эту башню. Это, в свою очередь, связано с общим состоянием экономики. И до сих пор, пока продолжается вот этот космический кризис, вот такой вот масштабного подъема у нас не получится. А это мировой космический кризис? Или это исключительно нашу страну затронувший космический кризис? На самом деле это не космический кризис. Это кризис, на самом деле, общенаучный, как я уже сказал. И он мировой, с точки зрения, но мы впереди планеты всей. Артем Юрьевич, а вы не можете предположить, откуда взялся, собственно говоря, вот этот вот общий мировой научный, и, в частности, космический кризис? Честно говоря, я... Или вы не согласны с такой вопросом? Я не вижу никакого, по крайней мере, общемирового кризиса. Я бы хотел добавить, что денежные вопросы нисколько не убивают романтику про лету в космос, про лету в Марс. Чем мы грамотнее считаем, чем мы правильно это делаем, тем мы более долгосрочные перспективы можем прогнозировать. И коллега действительно прав. Экономический вопрос, он прежде всего, летать на Марс дорого, потому что лететь на орбиту дорого. И развивая современные технологии, делая их более доступными, более дешевыми, мы приближаем Марс к цели. Виталий Юрьевич, а скажите, пожалуйста, как вы относитесь к концепции частных полетов на Марс? Сейчас очень активно продвигается идея, что именно частные космические компании и осуществят полет к Красной планете. Ну, скажем, если мы говорим про западную промышленность, то там все полеты в космос осуществлены частными компаниями. Просто государство за них платит. Ну, в той мере, частными, да. Поэтому сейчас очень неправильно оценивается действительно роль частной космонавтики. Она, конечно, есть, она возрождается, развивается, но процентов 80 денег в этой частной космонавтике государственные. Задачи ставит государство. Если мы говорим, что первый частный корабль сядет на Луну или на Марс, мы должны понимать, откуда деньги на этот корабль. Потому что в космосе, куда ни возьмись, все упирается в деньги. И может быть, действительно частники. Ну, там и так, в общем, и Орион этот строит, и СЛС, там все частные подрядчики. Это в России просто так с советского периода идет государственная космонавтика, и вот зарождаются там мелкие частники. Поэтому здесь как-то делить одно с другим. То, что полет на Марс станет реален только на частные деньги, там туристы, меценаты какие-то, я исключаю такую возможность. Это практически нереально. Николай Николаевич, а ваша точка зрения? Да, сейчас, секундочку. Знаете, в принципе, я согласен с Виталием, но просто для того, чтобы мы все поняли параметры цифр. Вот когда-нибудь, когда космические полеты на Марс и Юпитер станут для нас как езда на маршрутке, наверное, это тоже все передастся частным компаниям. Что касается того, что сейчас, вот сейчас есть нечто ближнее, облет Луны туристический проект, американская компания Space Adventures, российская РКК «Энергия». Там билет стоит 150 миллионов долларов. Они вроде бы уже нашли то ли одного, то ли двух туристов. Пока непонятно. То есть в целом вся миссия стоит 300 миллионов долларов. И вроде бы даже есть уже платежеспособные клиенты. Но для того, чтобы такая миссия состоялась, нужно несколько пробанных полетов, чтобы понять, что все выживут. Да, это еще плюс 300, плюс 600, но пока эти деньги никто не готов платить. И вот этот порядок цены, это вообще-то большие деньги, он показывает нам, что сейчас реально, в принципе, облететь Луну на частные деньги. Но все равно с этим есть некоторые проблемы. Марс это все-таки совсем другие порядки цифр, и до таких вот частных полетов нам еще долго жить. И тем не менее, Илон Маск активно разрабатывает именно марсианские полеты. Иван Михайлович, это... Он говорит об этом, но он не разрабатывает. Поясните. Ну, он просто делает заявление, заявление, как правило, технически неграмотное. Что касается, например, термоядерных бомб на Марсе, вот, что касается вообще возможностей его лично, компании, слетать на Марсе, нет такой возможности просто. Нет корабля. Даже если он будет действительно сделать много ракет-носителей, то кто их за него заплатит? Главная задача экспертов в области космонавтики в России критиковать Илона Маска. Это они все разбирают, что он неграмотный, он и прочее, и прочее. Это и есть последняя степень деградации. Я могу сказать, что... Это и есть последняя степень деградации нашей страны. То есть он грамотный, у него все нормально. Не в том, что он грамотный. Вы-то что делаете? Вы-то что делаете? ПСХ, господа критиканы. Отличные инженеры, умнейшая команда. Но сам Маск, сам вот личное его заявление, которое он делает, но они никуда совершенно. Юрий Васильевич, полетит Маск или нет? Дело не в том, что полетит Маск. Маск, скорее всего, не полетит. Хотя электромобили резко снижают свою цену, и нефть начинает падать в акции. Для начала. Начнем с этого. Без Марсов, без всего. Когда деньги вкладывают, и получается экономия. А у нас дураки говорят, деньги сэкономим, никуда не полетим, сядем под стол. Все сэкономим и заживем, как люди. И так далее. Я прошу прощения, вопрос не в Маске. Вопрос-то в нас. Ну, полетит он мне вообще неинтересно, абсолютно. Потому что понятно, что это такие серьезные инвестопиарные проекты и так далее. Но они позволяют двигать. Они дают щели, пусть. Пусть какие-то окошечки для инженеров. Американские международные, и слава богу. А я об этом и спрашиваю. Абсолютно нет. За чем перспектива? За частными проектами? За государственными? Нет, нельзя делить. Здесь мы все согласны. Зачем делить? Зачем делить? Потому что, конечно, сложные проекты государств должны идти впереди. Или можно даже по-другому сказать. Общество, например, там скидываясь и так далее. Частное это то, что отработано. Это прекрасно было сказано. Потому что, когда можно отслоить какую-то систему деятельности, возникает возможность ее контролировать, инвестиционно и так далее. Конечно, частное. Но я закончу все-таки, прошу прощения другим. В прошлом году Шарья, 700 километров от Москвы. Я говорю, ну вот надо, чтобы каждый день летал самолет до Костромы. 350 километров. Они говорят, да что вы, вы что, с ума сошли? Это очень дорого. Я говорю, ребята, 25 лет назад 22 Ан-2 стояла здесь и было 6 рейсов в день. Но это, знаете, это все равно было очень дорого. Я говорю, ребята, говорю, на Аляске 750 тысяч человек, 9 тысяч воздушных аппаратов малых летают и так далее. Но это на Аляске, там, конечно, богато живут. Это вот, вот ситуация. Так какой Марс тогда? Так как... Через 2-3 месяца либо произойдут необратимые экономические, либо появятся программы типа колонизации Марса. Я уверен, что колонизация Марса. И мы начнем впервые генерировать деньги. Мы ничего не производим. Даже концепты. Даже концепты. Пожалуйста. Я частично соглашусь. Маск может быть там делать некий некомпетентный фланет техники, заявление. Это действительно так, там, про те же термоядерные бомбы. Но он очень талантливый менеджер. Когда приходишь к нему на сайт и жмешь кнопку вакансии, там большими буквами написано, ты хочешь вместе с нами строить дорогу на Марс? Поэтому он смог поймать вот эту идею с мечтой на Марс. И, ну, здесь есть очень большая разница между мечтой на Марс, которую Маск продвигает и которую нам предлагают. Все-таки Маск, он говорит, я хочу лететь, а вы присоединяйтесь ко мне, если вы хотите со мной лететь. Если же у нас сейчас там выйдет Дмитрий Анатольевич Медведев и скажет, мы вам приказываем мечтать лететь на Марс. Или там мы подписали распоряжение о том, что завтрашнего дня вся страна начинает мечтать лететь на Марс. Не прокатит. А вы думаете, у нас люди не мечтают, чтобы наши космонавты оказались на Марсе? Не все. Просто Маск собирает энтузиастов, те, которые уже хотят, и начинают хотеть вместе с ним. У нас же, если это идет снизу, это инициатива снизу. Если у нас будет инициатива снизу, это может там в какой-то мере пойти. Если у нас это будет просто там каким-то распоряжением, указом, не пойдет. Артем Юрьевич. Да, я тоже пару слов про Маска. Маск на самом деле не делает такие глупые заявления, как кажется. Вернее, если обратиться к первой источнике, он говорит совсем другое, что пишут в газетах. Он не говорил про термейерную бомбу, это была шутка, его неправильно поняли. Потом он повторял ее, я за этим внимательно слежу. И про Марс он говорит более аккуратно. Он говорит, если нам удастся сделать стоимость запуска в 10 раз меньше, то вероятно мы полетим. Соответственно, этим он и занят. Александр Дмитриевич, еще один проект это Марс Ван. Собственно говоря, он сейчас активно развивается, и люди в него набираются, и какие-то уже не развиваются. Это все-таки аферы или это реальная перспектива? Полет в один конец с созданием некой колонии. Мне кажется, что это абсолютно несерьезно. Это квест, игра, квест. Ноу-коммент, как говорится. Мне кажется, началась она вполне серьезно. То есть это не была просто тупо попытка развести людей на деньги. Но сейчас оно все постепенно туда скатывается. Просто они взяли слишком неподъебный вес. А знаете, в чем проблема? Почему получилось? А потому что Россия, вместо того, чтобы сюда присоединиться и правильно возглавить такого типа проекта, опять в это время делила активы, делила туда и так далее. Потому что мы говорим, вот у них не получилось и так далее. Но это, коллеги, это ситуация типа таскать вам, не перетаскать. Мы здесь умные, все понимаем, все знаем, не делаем ошибок и так далее. На самом деле, больше всего, особенно по технике, их критиковали в Америке. Студенты Массачусетского технологического института разгромили просто пух и прах всю техническую концепцию масла. Мы здесь, мы их не ломали. Они сами. Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, вот прозвучала здесь очень важная, на мой взгляд, мысль. Что Маск, да, генерирует энтузиастов. У нас идея, не знаю, пойдет ли она, будучи провозглашенной сверху или должна вырасти снизу. А что действительно первично вот в космических исследованиях? Идея, за которой следует все остальное, или все-таки экономическая выгода, что-либо еще? Ну, знаете, во-первых, это всегда такой многовекторный процесс, да. Есть что-то, что государство говорит, вот делаем это, в основном для нуждобароны или каких-то стратегических. Иногда инициатива идет снизу, иногда это какая-то движется коммерческим интересом. Я хочу поделиться своим наблюдением и небольшим, может быть, опытом. В какой-то момент вот в нашей фирме создалось такое в 2014 году неудовлетворение от того, что российская космическая программа, она вот какая-то все откладывает на 2030 год. Луна, Марс, все после этого. В начале на 20-й, потом на 24-й, потом на 30-й. И мы взяли и написали свою программу, да, не за деньги, вот просто свою программу, она называется «Луна-7», о том, как полететь на Луну, создать лунную базу с сравнительно небольшие деньги, вот с использованием тех технологий, которые есть на российских предприятиях. У нас получилось, что это вполне реально создать там лет за 10 и там 12 миллиардов долларов, это чтобы было понятно, в два раза дороже, чем за то же время программа на международной космической станции. То есть да, в два раза дороже, но не в 200 раз, не в 2000. Конечно, мы всячески свою программу пропагандировали, приносили политикам, даже в текущей федеральной космической программе мы увидели какие-то наши предложения, непонятно как, а это сами додумались там в Роскосмосе или все-таки что-то взяли у нас. Но кроме вот реального опыта, что можно что-то изменить, я хочу сказать, что наша программа, вот она, ее цель была, хотя в ней нужно много доработок, ее цель была показать, что это, в общем-то, достаточно реально. То есть то, что чиновники часто говорят, что все после 2030 года, это не всегда технически. Вот я очень рад, что вы произнесли это слово, что это все достаточно реально. И эту программу я хочу завершить блиц-опросом каждого из присутствующих в нашей студии гостей, уважаемых экспертов. Вопрос будет следующий. Реально ли, что вот на нашем веку в каком-то обозримом будущем нога человека все-таки ступит на Красную планету? Иван Михайлович, вот ваш прогноз. Нет. Нереально. Юрий Васильевич, ваш прогноз. До 40-го года 100% ступит, но если Россия начнет делать колонизацию Марса как главную общечеловеческую программу, это будет значительно быстрее. Александр Дмитриевич, ваше мнение? Я думаю, что шанс есть, но он не очень большой. Артем Юрьевич. И я в этом практически убежден. И не важно, будет Россия, Америка, главное это будет человек. А можно вот какой-то временной прогноз можно тут строить или с вашей точки зрения? Точно не раньше 40-го года. Не раньше 40-го года. Виталий Юрьевич. Делаю, что могу. В какие сроки это может исполниться? Не могу говорить, но я постараюсь сделать для этого все возможное. Николай Николаевич. Да я хотел бы сам вступить. Может быть и получится. Сроки? Ну, на моей жизни, не знаю, сколько проживу, но вот примерно такие десятилетия. Спасибо. Ну что ж, звучала музыка и значит время нашей программы подошло к концу. Вы знаете, то, как миллионы людей вышли на площади городов после запуска первого спутника Земли, как слушали знаменитая бип-бип-бип, как ликовали после полета Гагарина. Все это я знаю, конечно, только из рассказов. И в последние 20 лет сложилось впечатление, что великие космические совершения отошли в далекое прошлое. А нас ждет сеть, айфон и так далее. Ну, спасибо нашим экспертам. Теперь я более оптимистично смотрю на эти вещи и надеюсь, что все-таки я своими глазами увижу высадку космонавтов на Красную планету. Это была программа «Правда» в эфире общественного телевидения России. А я, Дмитрий Лысков, с вами не прощаюсь, я говорю до свидания. Увидимся уже очень скоро.